До того, как в Мурманске разгорелись скандалы со сбытовой компанией «Кресс-Альянс», которая занималась сбором средств за электричество, о личности Геннадия Шубина мало говорили в СМИ. А жители области до сих пор с трудом представляют, кто такой олигарх Шубин. Фамилия Шубин впервые всплыла в 2003 году в истории с приватизацией Кандалакшской гор-электросети. Бывшее буквально еще вчера прибыльным муниципальным предприятием, оно вдруг чуть ли не в одночасье оказалось в предбанкротном состоянии. И фактически за копейки ушло в руки питерского банка «Таврический», советником которого был в то время Геннадий Шубин, состоявший в дружеских отношениях с мэром Кандалакши Виталием Голубевым. Судьбу Кандалакшской сети вскоре повторили и другие муниципальные предприятия города Мурманской области, такое как МУПЖКХ Кандалакша, которая занималась обслуживанием жилфонда. Оно было арестовано из-за долгов, а вскоре куплено за 2 миллиона рублей ООО «Гемма», зарегистрированным в поселке Мурмаши, где директором по экономике был Геннадий Шубин. Но самый главный бриллиант в короне империи Шубина – это группа компаний «Крэс Альянс» – главный инструмент в захвате других предприятий. Ведь в управление создаваемого холдинга вскоре перешли ряд управляющих компаний, а также несколько котельных в других населенных пунктах области – в Полярных Зорях, Умби, Оленигорске. Подобная монополия привела к тому, что все последние зимы становились самым настоящим испытанием для сибирян. Именно им приходилось испытывать на себе систематическое снижение параметров теплоносителя, что привело к критическим и аварийным ситуациям в областных городах. Например, в Оленигорске последние два года котельная работала с грубыми нарушениями температурного режима. На самом деле в Оленигорске две управляющие компании путем финансовых схем просто выводили денежные средства граждан, направленные на оплату коммунальных услуг. Шубиным также были предприняты попытки обанкротить водоканал в Оленигорске и Кандалакше. С приходом к власти губернатора Марины Ковтун и новой команды правительства региона наконец начали наводить порядок в этой сфере. Правительство вывело из-под контроля аффилированные предприятия, часть котельных в Кандалакше, Полярных Зорях и Оленигорске. В результате впервые за многие годы там нет перебоев с теплом. При губернаторе Дмитриенко Геннадий Шубин заполучил должность советника, как говорят эксперты, для возможности решать свои проблемы с помощью административного ресурса. Также для усиления политического влияния Шубин создал своеобразный филиал в областной думе. Три депутата из фракции ЛДПР ранее работали в шубинских компаниях. По мнению экспертов, в команду Шубина входит и председатель Мурманской областной думы. Уже никому не кажется странным тот факт, что Василий Шамбер – главное действующее лицо в медиапространстве, создаваемом средствами массовой информации, подконтрольными задержанному олигарху. Продолжение следует...